Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 7 июня 2019 года. Этот фильм «Прогулка по допотопной Москве» от 20 апреля. Съёмка Елены Андрусовой. Ссылка на её канал в описании. Елена снимает интересные места Москвы. Заходите на её канал и смотрите эти сюжеты. Напоминаю, что следующие экскурсии 15 и 22 июня по субботам 2019 года. Кто хочет пойти с нами по допотопной Москве, исследовать уголки этой Москвы, присылайте заявки на почту сознания21век.ru Ссылка также в описании. Мы ищем следы допотопного города и находим их. Кто ищет, тот всегда найдёт. А данное видео – это экскурсия района Павелецкого вокзала. Начало Павелецкий вокзал, конечный пункт, башня и кафе в подвале допотопного дома. А башня – это та самая, о которой у меня есть фильм «Башня, которую построил кто?» Нет, нет. Всё, ну скажешь. Всё. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня проводим четвёртую экскурсию по допотопной Москве. Вот наша могучая группа настоящих энтузиастов. Сегодня 20 апреля 2019 года. И свой путь мы начинаем от Павелецкого вокзала, который, я считаю, допотопный. Оказывается, не я одна считаю. Считаю, что здесь был уже вокзал, и здесь у него минус 4 этажа, 2 этажа для людей, 2 этажа технических. Считаю, что здесь была здесь железная дорога в свои времена, которая, естественно, всё это скрылась. Сегодня мы пойдём искать следы старого города, который также засыпан глиной. Немножечко осталось, всё почти уже застроено, но чуть-чуть кое-что осталось. Мы пойдём по Кожевнической улице, по Летниковской улице, мимо промзоны интереснейшие, которые сейчас, конечно, тоже всё застроено, но кое-что осталось. И, по всей видимости, здесь всё-таки жили люди высокого роста. Вот, по крайней мере, из тех домов, что я нашла, мы сегодня их посмотрим, здесь жили большие люди, существование которых тщательно скрываются. Чьи мы наследники, вот мы как бы под один рост, то ли мы смесь уже того-то, то ли мы всё-таки уже гены у нас этих захватчиков, то ли ещё какая-то помесь непонятная. Наверное, всё-таки уже сейчас идёт разделение по душе, кто как воспринимает мир, кто на конкурентном плане, кто на созидательном. Так что, вперёд сейчас в путь. Он был издревле, здесь всегда жили люди, и вся их история про деревяншую мастерскую, вот эта женщина. Ну, их ругать нельзя, потому что они так запрограммированы. Они же не со зла, они просто верят, вот они просто никогда не перепроверяли эту информацию. Кто-то в музее Льва Толстого на Пречистинке находится, да и все остальные искусствоводы, по большому счёту, да. Они просто кричат, что это деревянная Москва, я говорю, ну как деревянная Москва, когда, в общем-то, уже при Екатерине было запрещено строить деревянную Москву в пределах Садового кольца, вот не Садового кольца этого, Белого города, уж однозначно должны были быть все дома камнями. Деревянные уже, наверное, так вот подстраиваются, но она так вот плечами поджимается. У них, значит, дерево, обшитое камнем, кирпичом, а находятся они всё равно на белокаменных вот этих стенах и фундаментах. Поэтому Москва была белокаменная, это правда. Она не просто покрашена, что как только белая, она действительно была из белого камня. А белый камень у нас, получается, это всё-таки литьё. Потому что нигде никакой Вечковской карьер, как они говорят, под Москвой, который сейчас засыпан, на нём стоят дача. Кстати, то ли он был, не проверяешь, то ли был действительно этот карьер, его потом это из Украины засыпали, когда её в Москву расчищали. А её расчищали, я вот вам первый раз говорю, никто больше не нашёл эту информацию, я нашла в одной книжечке в 1866 году. Её выравнивали под вот эти уже общие дороги, которые мы сейчас имеем. А мы отстраивали они, вот, допустим, первый этаж. Ну, делали декор, потому что это всё только снаружи. Потому что если там изнутри, они просто только покрашены для всякого декора. Это уже для фасада, это уже вторая половина 19-го века. Какая нет для фасада? А вы видите, у них нет совмещений по окнам? Это разные дома. Они как бы прилиплены друг другу. Вот ещё первый, второй этаж, можно как-то сказать, что они одинаковые, да? Окна по окнам, все здесь. Ну, здесь нет, я не могу сказать. Это только вот эти вот улицы. Уже застраиваются сэкономить в Москве. А так нет, конечно. Они строили отдельный место в Николе. Она не такая, как и в Денинграде застройка. Хотя какие-то отдельные элементы вот по другим улицам, они похожи. Но всё-таки Москва отличается. Она как бы более тёплая. Ну, потому что она дольше держалась. Здесь всё-таки сохранялась. Вот её действительно отличается. Не столько уж она такая тупечечка, только здесь... Посмотрите, оставки. Оставки вот этих старых домов, которые, вот видите, ещё там рядом домик один настоящий, да? Это всё это старое. Там, естественно, подвал есть. И вот их уже зажимают. Вот уже со всех сторон их уже зажимают. У нас, соответственно, всё в подвальных этих самых. Ну, знаете, что там ещё? Вот в этих вот оставшихся домах. Нет. Там, знаете, что? Там сохранились... Они недооткопали полы. И вот когда ещё была в прошлом году, сейчас они приложили эти уже полы, у них там была старая плитка, положена прям по всей видимости на землю. И она вся такая была неровная. У меня есть снимки её. Вот, и она такая же, как и высадка в том, как будет подвала. То есть это какой-то один момент, когда всё выравнивали под общую вот эту гребёнку. И вот эти вот плитки лежали... Я говорю, вы понимаете, что вы ещё можете закопаться там до целого этажа, вот, ну, сотрудникам? Ну, они даже... Они говорят, там нет ничего. Они говорят, там нет ничего. Действительно, нет там ничего. Нет, ну, а куда всё это было? Я вам хочу сказать, что после наших фильмов, сейчас всем строителям, всем этим московским, дана установка. Они все как один говорят, ничего нет. Никаких подвалов нет. Я говорю, да ладно, они как посмехаются, возьми, иди, ничего нет. Да, вот это старенький тоже. Говорю, это всё скоро всё уйдёт. Тогда бегом к Кадыкчанскому. Нет, ну, честно говоря, всегда был вопрос, почему открыт землеок, оно быть заложено, да? Ну, обычно, первое, что ты стою в голову, что просто, может быть, болты плались. Я в детстве считала, что это в наказании людей. А, нет, я уже, честно говоря, думала, Вот эти дома, они как раз стоят, сказали, что 11-й, 13-й дом, они стоят на старых палатах 17-го века. Какой конкретный из них, я не знаю, это последнее, что осталось. Мы потом, я очень хочу вам показать дворы, которые там были, потому что потом, когда будут делать фильм, у меня есть фотография послевоенной Москвы, там тоже как-то интересно, что там было. Это, конечно, всё разруха, но прям, ну, так и хочется туда. Там ещё всё это открыто, всё это видно. Мои, какие-то интересные. Вот эти вот... Они вообще не могут не стали 17-го века. Он перестанет... Он перестанет... Может быть. Считается, что здесь вот как бы... Здесь был не меценат, а олигарх, а олигарх котельников, который построил дом в начале 19-го века на палатах вот этих вот, на старых каменных палатах 17-го века. Хотя здесь они известны с 15-го века, вот эта улица с временом Ивана Грозного. Но я нашла ещё информацию, что рукавишников такой олигарх тоже известный, которые появились, они тоже вот... У них семейственность, они появились из ниоткуда, якобы из крестьян там откуда-то. И один из братьев, самый ушлый, он женился на дочери вот этого котельника или ещё кого-то, кто-то из этих вот домов. Зацепился за Москву и отсюда как бы у него вот этот пошёл уже... На самом деле, они занимались именно тоже ростовщичеством, они уже... Это вся банковская система. Всё то, что мы сегодня имеем, это всё было во второй половине 19 века. У нас сегодня просто повтор идёт. Ну, ключей не отдаём их вообще. А вот там мозаика советская или нет? Нет. Советская. Они уже стоят на старых домах. Уже всё. Уже вот построили новый дом. Ещё буквально тут шкурсыри были. Вот в это кафе я заходила, и там у них положена была плитка... Сейчас они просто её выровняли. Она была положена прямо на дом. У нас там никакого. И вот этот пол был отсюда. Да, они просто всё уже заложили красивой плиткой. Выровняли его и как бы это самое. А было всё положено прямо на землю. Уже вот ничего не остаётся. Хорошо фотографии там стоёте. Вот здесь у нас улица Московская спланирована ещё раньше. Ещё, как бы, кусочек, кровь, здесь видно. Конечно. Ну, здесь у него дома кусочек. Смотрите, вот остался. Это вот 1953 год. 1153 год. Ясно, ясно. Я про него фильм делала. И вот у меня с него вот это вот пошло. Вот это ребята. Раз он захопан, я как бы вот... Пошло, что это было в тошке. Там же цокали линии. Ну и цокали, там этаж есть внизу. И мы потом во двор-то зайдём. И вы видите, они разные по уровню. Они строились в разное время. Тем не менее, они все засыпанные. А вот этот выставил в войне 1812 года. Ты нам потом всё... А, я не знаю, успею ли. Как? Потому что надо пораньше. Нет, мы успеем. Сейчас мы Кадыкчанскому, потом мы идём по этой улице. Потом нам надо будет вон там свернуть на Летниковскую. И дальше мы уже пойдём по своему маршруту. А сейчас тогда мы пробежимся по этой вот покажемнической. Да. Это однозначно, а может и больше. Вот они все вот эти дубники там. Там дворики, наверное, как раз сам интересный. Вот там я шла. Очень там прикольно. И могла не залезть тоже. Эстетично. Это поверьшая, но она может стоять и использовать. Там видно, когда вот в такие дома заходишь, там внутри уже становится видно, что не новый, не советский. Мне кажется, не советский там. Пока есть. Вот такие вот правды. Может быть, частично используют. А, да, используют. Вот этот особнячок тоже вот оттуда вот посмотреть, тоже его непонятно, установят или нет. Прескли, он и руинирован тоже. Я хотела сказать, но мы его не увидим. Ну, растет. Идем туда к шансу, и все увидим. Это уже сгорели. Его, наверное, сломают. Да, и поставят здесь как он с короткой. А по той стороне тоже такие желтенькие два, да? Да, да, они заброшенные. Да, да, это весь этот район, он весь засыпан. Я здесь вот заходила. Ну, его, наверное, тоже специально спарили. Вот это стоят на каких-то старых фундаментах. Вот это непонятное. Так, я вам показывала вот этот дом у нас на дворе. Здесь такая же система. Вот он, видите? Старый кирпич, вот такая от него под порт пошла. А вот здесь, да, вон там. Вот старый кирпич, видно, внизу. Вот этот тоже новый надстроен. И лопата валяет. Хорошая работа, накопалась. А что посадили-то? И сесны, и яблоки. Да, как-то делаем. Небой нормальный цель, это ясный. Вы сейчас после потоку клали как-то кирпичный? Мы уже, знаете, когда клали? Да, уже совсем поток. Вот смотрите. Когда деток-то литвы, когда мы уже восстанавливали после вот этих произрушений. из разного кирпича. И они уже его делали штукатуркой под одной. Вот как бы красиво получилось. А до этого, наверное, был просто красивый кирпич. Нам сейчас через дорогу там идти быстрее. подмостка, плюс белый кирпич. Да, еще раньше. Вот они уже вот такие не очень красивые пирпичи. Непонятно, что здесь пришлось от красного кирпича. Дальше 70 кирпича. Вот еще один, подмостка, вот этот вот. Ну, как-то ничего пошло. Нам сейчас 50-200 перейти на... Куда? Подмостка, тут, куда. Здесь, через перекор. Нет, она... Он тоже весь засыпан, может, это ничего. Ну, откопан, вид, на руке. Вот, смотрите, вон там стоит кирпичный дом, да, в красном кирпичах. Он тоже на старых фундаментах. Там прямо идут... Я, конечно, тот район что-то обижала. В Кедокчанске, ну, я, естественно, что это обижала. Его тоже, ну, его руинируют, закрыли. Тоже непонятно, сохранят или нет. Но вот эти уже вот кирпичные, которые якобы в хрущевке, они тоже на старых домах. То есть здесь вот, поскольку было много пабли, пристроили дома для рабочих, в том числе люди работали, так же, как и мы, ну, в любое время. Поэтому это были обычные такие же дома. А вот прямо в домах. Да. Причем, как получается, что дома для людей высокого роста, как получается, дома для людей высокого роста. Сколько было, два типа людей. Как минимум. Да, вот он охотан. Не совсем. Не совсем, да, чуть-чуть просто его. Высокое лопа, это очень красиво, это очень красиво. Вот там еще очень интересно, на той стороне набережной тоже. Там немерено. История осталась. Вот это, вот это, вот это культийское подворье. Вот это, вот это, вот это культийское подворье. Вот это, я сейчас печатаю. Ага, оно похоже стоит, сначально, что там... Да-да, там похоже на холм. Нет, там они были холмы. Макаров, Макаров, Макаров. Да, там стилы, там стилы, и все такое. Кто снимал? Макаров, Макаров. А, нет. Ну, он знает эти все. Я вам как-то связана с этим. Слава, да, подкрытия? Да. Я не знаю, я пробую вместе. Макаров, у тебя с вашей лицаркой. Вообще не определиться, потому что на майский... Я говорю, когда на майский? А мне говорят, а на майский, а это значит 9 мая. Я говорю, нифига себе, 9 мая все заканчивается. Да я-то радостью. Ну, не получаю. А если я 9-го числа в Крыму буду, что-то? Ну, тоже значит, очень. У меня просто два объекта. Одного этого делала нас, а один я считала... Ну, поздоровайся с нашей большой, могучей группой. Мы все тебе привели. Здравствуйте все, друзья Галина. Вы, значит, все мои друзья. Да-да-да. Заходите, я у меня подошли. Ну, а что же нет? Кажется, мы-то сейчас там обратно, и потом пойдем по Летниковской, там по промзоне, пойдем дальше. Макаров, знаешь, что хотелось бы показать? Вот этот дом, и вышел, да? А, на той стороне, да. Там я вам только что говорила. Мы хотим туда потом сходить. Ну, не сегодня, а вообще облазить вот эту всю набережную с той стороны. Там столько всего. Ну, плюс Симонов монастырь там сюда идет. У нее плиты напишем из такого материала, с которого колонны... Ну, вот мы, может быть, кстати, с Антонией напишем, что-то куда-то. Вот там и направляем. Как-то итальянские травы телесные. Да здесь ничего не имеют. Здесь работы просто вообще не имеют. И еще, нашел один очень важный, определительный, вот такой, отличительный признак вот этих запотопных заводов. Они строили дома стены. Куские, высокие, длинные. А потом к ним уже что-то там достали. Вот как цунка. Интересная. Вот. И здесь такая же стена. Да, да, такая же стена. Вот одна часть. А цунка, смотри, там, какие там двери офигенные. А вот эти вот, на полэтажа ниже, это уже пристроили. Как это? Да. Там идустка. Ну, вообще, вот самой, да. Конечно, ну, конечно, там дальше, потому что там не остров. Я вот так сижу на лекциях. Потому что, потому что, знаете, вот эти баллоны, сейчас ты там вот уже в самом зале, это не советское, не советское слое. Ну, конечно. Перекрутка. Я вообще разрую. Нет, нет, мы сейчас вот во дворы зайдем вот эти самые неправильные дома. Вот здесь тоже стоял дом. Вот пусты. Они должны были стоять в одной линии. С нее у меня все и началось. С этой штуки. Вот тоже уникальный объект. Видите, 1853 год. Но с другой стороны, вот эти вот уже символики, они уже, в принципе, символики вот этих захватчиков. Это уже пролепили. Время ремонта. Может, спросим там у дяденька, который ремонтирует? Они не знают ничего. Теперь вот эту, если посмотреть. Символика. Голубцы, да? Вот смотрите. Вот он вот так вот идет и показывает направление вверх. На следующем этаже голубец раскрывается. Это говорит о том, что душа уходит вверх. Вот они символические. Вот это какие-то технические устройства по бокам. Как вот эти вот тоже технические устройства. Ну, вот это направление уход вверх. С этого земного плана. Вот в этом доме вот какая интересная символика. И вот эти штуки, они не просто так, эти штуки. Это какие-то технические средства. Возможно, они с электричеством тоже были связаны. Но сейчас это все замазано, заклеено. Трудно посмотреть, что это такое. Это штукатурка, либо это все-таки металл. Вот эти круглые штуки, я имею в виду. И вот там как бы намотка есть, видите. Это все стилизовано под символику. Вот эти розочки. Ну, и вот это вот самое главное. Вот там тоже наверху все-таки интересные. Такие-то штуки отсюда не разглядеть. Но дом очень непростой. Пойдем во двор. Там во дворах тоже. Вот так по этой линии, по красной, здесь тоже был дом. Вот это использовано, видимо, тоже. У них там подвалы есть. А вот если вы здесь увидите, смотрите, дверь сделана из окна. Это четкий признак того, что дом закопан. Он построен, заставлен на старых сенах, он закопан. И вот эти окна использовались вдовсюду уже, чтобы попасть в здание. Соответственно, где были парадные входы, очень сложно понять. Ну, может быть, снаружи где-то были, может быть, со дворов. Вот остатки тоже стены, к которым что-то пристроено. Вот такое ощущение, что вот эта колонна, она более старая. И она сделана после самой войны из разного кирпича. Видите? Обгоревшего тоже кирпича. Вот если мы туда пойдем, мы видим, да, что здесь есть подземные вот эти этажи, потому что вот он тоже вход. Все эти дома тоже мы видим закопанные. Вот эти вот окна старые. Но они еще оштукатурены. А вот, я говорю, есть фотография сразу после военной Москвы. Там так интересно. Вот эти вот кусочки чего-то остаются, да? Вот непонятно, что представление вот этих кирпичных, которые, ну, чего-то они там прикрывают. А чего прикрывают? Не понятно. Дерево растет, корни говорят о том, что там пустоты. То есть там пустота была разрушена, и засыпалась туда земля, попадали, значит, семена, и деревья, корни, они оттуда росли. Потому что там влага скопливалась, им очень хорошо устаканиться вот, выросли. Это говорит о том, что дерево, там есть корни, у него там пустота. То есть там какие-то помещения. Вот здесь я тоже, я была, Солина, два года назад. Здесь была типография, и я попросила войти. И там железная металлическая лестница. 19-го лета. Вот она. Вот это старинная лестница. Вот если зайти, не была. Железная. Потом зайти, я на засне. Железная. Железная лестница, да. Да, типография, она такая рабочая. Здравствуйте. А мы короткое лестницу. Еще, Лен, посмотри, какие стены получили. У нас архитектурная прогулка. Здравствуйте. По старой Москве. Спасибо большое. Вот эти вот лестницы, они, в принципе, тоже делались и на старых фотографиях 1860-го года у Найденова. Альбом, который вот сделали вот в Москву, с интересной фамилией Найденов, да, тоже, который тоже какой-то оригарх, непонятно, найденный, откуда-то выползший. Вот, у них там везде тоже есть, вот у московских домов, вот такие лестницы. Их было очень много снаружи, потому что надо было как-то попадать. Времяночки такие. Ну, они могли тоже сохраниться, если материал, потому что железо было не такое, как сегодня, оно ведь было очень крепким. Чистым было. И чистым было, и оно вообще ржавчине даже не подвергалось. Здесь-то уже как бы оно, это самое, ну, уже старое. Просто могли его реставрировать. Не то, что реставрировать, а восстановить по-старому, вот, пока они здесь были. Так, а кто что хотел сказать к этому дому, кто тут родился? А здесь, вот, здесь он стоит на старых стенах, вот этих палатах 17-го века. Вот эти три дома, вот эти следующие дома. Здесь было, например... Здесь по голову мы не пройду, наверное, да. Обратите внимание, что же дом был со стенами и окошко. Тоже была какая-то архитектура, да? Ну, это кирпич современный уже. Мы уже его... Ну, в уголке лежат вообще-то, перемычка. Ну, перемычка, хорошо. На чем там это было, непонятно. Вот это вот там старый красный кирпич, вот он тоже... Вот это мне интересует. Интересно, вот это кусочек. Дом-то старый, а вот это новый кирпич. Это 90-х годов, мы просто выясняли. Вот это 90-х годов кирпич. Это-то да. Я имею в виду то, что там за загородкой. Да, 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 да. Вот это тоже здание закрытое. Ну, и вот это старый дом. Красавец дом. Красавец. Красавец. Вот тоже, вот что он такой, вот как бы, как башня одна. Да, вот он, всего два окна. Всего два окна, непонятно. Что изначально это было за проект? Да. Кто его скажет? Мы сейчас вот тоже пойдем чуть дальше. Вот хотелось бы попасть на двору. Да, чтобы на каких-то здесь вот на этих каринных палатах у нас то время пошли. Вот это даже в актере. Вот круглые глуховые окна. О, да, вот с этой стороны, пожалуйста. Да? Угу. А фонарь прикольный. Понимаете, здесь всегда, да, фонарь там есть. Здесь всегда жили люди, вот всегда. Вот тысячу лет здесь жили люди. А Лена там ничего добавить не хочет? Она что-то будет. Мы вот в тот двор пойдем, да. А мы сейчас туда сможем зайти в тот двор? Не знаю. Сейчас попробуем. Гулять там, походу и вон. Здесь мы не пройдем? Когда в тот двор пойдем, нам Лена расскажет, да. У меня детские воспоминания. Вот это яма просто пристрой сделали, правильно? Вот, садители. А вот чего она, да? И то, что там этажи внизу. Да, пристрой, видите, вон там сверху облетела. Да, да, да. А для чего она? А может она все-таки... Так мы видим, что у нас здесь вход в нее есть. То есть, может быть, проветривали снизу вот эти вот наши вот эти... Текущие катрахомбы, которые внизу под Москву. Вот, по-моему, в следующий раз. И вот еще, конечно, интересно, на многих у них вот маленькие окна сверху. То ли для этих карликов, для невысоких людей, для судьбы. Хотя вот этот дом, он... Такое ощущение, что он под наш рост сделан. Мы сегодня посмотрим другие дома, где будет окна, 100% сделанные не под нас. А вот этот дом, он как бы под наш рост. Вы чувствуете, да, гармонично? Вот эти окна, они не огромные. 100% высокие были. 100% Да. Были, были у меня это... Потому что у меня дома есть шкаф, а у него вот так вот стоит, это самый, парапет, вот, для втор... ну, буфет. И я думаю, для кого? И семье? У меня метр семьдесят шесть. Для кого такой шкаф? Да. Да, обязательно. И, знаете, рисунки такие на нем, такие парикетсы. Чудо! Сразу слышите. Смотрите. Это здесь были... Смотрите, когда... Так вот, непонятно, что это такое. Это практически вот эти... Это тоже надо будет узнавать. Но вот пока мы просто их замечаем. Мы не можем 100% сказать, что это такое. Потому что мы не можем даже ковырнуть их, вот, залезть и посмотреть. А может быть, там же лёгкие. Ну, там, там, где-то шкафа. Нет, вот видите, вот так вот, если по колонне идти, там, например, тоже будет... Вот там дверка такая, с закрытой решеточкой. Я читала, где-то. И там. Вот такие маленькие. А, да, маленькие. Да, знаете, шкафа. Ну, электричество, что-то, я читала. Ну, как и жиречка, да? А, что-то для электричества. А, что-то для электричества. Там какую-то... Какая-то стоящая волна, вот для чего-то. А вот смотрите, петушки какие-то красивые, вот такие. Интересованные. И даже не петушки, это, скорее всего, это... Павлин, павлин. Или танки-гурбуньки, да? Ой, какая-то... А может и танки. Красота. Шестеренки, в шестеренке. Ой, слушайте. Да, 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 да. Что-то интересное. А Южную Америку вам напоминают? А под ними тоже два петушка, вот под этими... Ну, как можно туда? Да, да, да. Это очень интересное. Очень интересное. И вязь, а вот там вязь. А вилатые... А вилатые как... Ой, вилатые. Видите, даже в корону надевают эти. Вилатые. Да, да. Вот это захватчики. Вот вы думаете, а мне кажется, до там... Нет, нет, нет. Это уже под 20 лет. Но у них вот насыто, насыто у них, видите? Это все, вот эта вся, вот эта лепнина, однозначно, появилась во второй половине. Я не знаю, кто ехал. Ну, ты вот, что-то захватчики. Это захватчики. А они говорят, что тебя нет? Ну, они врут просто. А сейчас они тело света переносятся. Ну, как это некуда, дело не переносятся. Мы уже все давно, они с вами уже снижались. И то, что мы видим людей, которые расчеловечены, они выглядят как люди, они себя снув с другими, они расчеловечены, они фашисты вообще, они ненавидят людей, они ненавидят Россию, да. Это и Таня, это и Пену, это вот. Они уже через наши роды прошли. Но мы можем быть в одной семье, а не такие, а других их не найдется. Каждому из нас уже что-то есть. Поэтому нам надо вот это вот из себя, вот как бы это вот... То есть вы считаете, что вторая половина, да? Да, вот эта лепнина, это вторая половина. Потому что это все должно было быть разрушено в середине вот в эту Крымскую войну. И все засыпано глиной. Здесь ничего не могло быть. Это уже восстановление все. А восстанавливали они во второй половине уже под себя. Логично. И они уже под себя это делали, они уже себя везде. Это летчики, в принципе. Это лица летчиков, которые... Скорее всего, летчики, да. Это были действительно летательные аппараты. Это могли быть самолеты, которые... У них, видите, крылышки на голове, да. Это летчики, вот эти вот... А на голове плыви. Это летчики, да. Это летчики. Захватчики, да, да. Там долго ставят. Как видите, они тоже в насное время устроены. Полотно. Хотя они все захопаны. Они все до середины 19-го века. Что-то вот здесь. Сейчас еще в одну загляну. Какая-то деталичка непонятная осталась. Непонятно, что ее, зачем ее оставили. Нелогичное окно. Да. Ну и опять вот эти летчики. Опять они идут по городу. Да, 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 точно. Да. Вот сейчас мы зайдем. Вот это самые уникальные дома. Вот то, что осталось. Вот эти кусочки, вот прям старой Москвы. Вы прям вот почувствуете. Вот давай, Лену, давай послушаем. Лена рассказывает про свой двор. У нас человек жил в этом дворе. Я была ребенком. Не важно. Никаких деревьев не было вообще. Потому что в войну их порубили, и мы допили печку. Асфальта не было. Была черная земля, и мы на ней рисовали. Черная земля. Черная. Интересно. А что вот на сколько? Глины не было? Нет. Просто земля была? Черная, да. Трава редкая. Вот там за домом трава еще была. Не только глина. Ну, естественно, да. Они же культурные. Вот окна тоже, да? Вот они здесь. Вот здесь лестница была. Потому что в коммуналке... Что такое лестница? Лестница деревянная. Деревянная лестница на второй этаж. Ну, чтобы пойти туда, на второй этаж, была деревянная лестница. Снаружи. Снаружи, да. Это говорит о том, что подъезд был засыпан. Когда лестница снаружи... Новая она. Она новая. Для того, чтобы пользоваться... Деревянная бремянка. Ну, как получится. Людей тут... Было очень многое жило. Есть фотографии, да. Но здесь вот все было очень разрушено. Очень все такое было... Бетшалая. Потому что в Шаргору упала бомба. А, здесь тоже в дворе, да? Вот, вот, да. И там вот дом лохнул. Стояла подпорка деревянная. Вот там. Вот еще, Лена, обрати внимание. Он закругляется, этот дом. Интересна у него архитектура. И посмотрите. А вот, Лена, скажите. Где здесь была Сталинка? Здесь стояла Сталинка, которую потом почему-то снесли. Сталинский дом на фотографии был. Вот вместо вот этой штуки. Причем такая роскошная была Сталинка. Ее снесли, представляете? Ну, сначала у меня штукатуренный дом был кирпичный. Да. Но это уже новодел, да? Это уже новостроение. Потому что она там есть на фотографиях. Он по-другому выглядел. Какой-то пятый год. Да, да, да. Сталинку снесли почему-то. А это было построено для фабрики. Где институт? Это была школа моей мамы имени Сталина. Ну, вот он закругляется. Я его помню по фотографиям. Вот это была глава. А вот сейчас есть ролик. Да, есть ролик. Да, есть ролик. Вот это самый старый сбор Москвы. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Но вот это пристройка. Пристроили. Ну, это вот сейчас сказали, что... Ну, не было этого. Ну, пристройки. Вот вход и лестница деревянная пахнула. Я не знаю, чем. Старым домом пахнула. Потому что это ведь в подвалах... Я в бабушке всегда устраивала истерику. Возникающие трупы были, у людей, которые не ездили. Не знаю. Очень много Москвы в подвалах. А вот Парижская коммуна была прятана от вентиляции и очень губела. Это тоже наводилось, да? Да, это и вообще. Они ее, значит, снесли. А здесь она была почему-то тайна, почему ее снесли, непонятно. Построили для фабрики, вот это здание. Институт? Да. Строительный. А окна тоже низко. Здесь был жилой дом. Вот здесь вот или вот здесь он был? Там фабрика. Значит, он здесь был. Потому что на фотографиях он есть. Вот этот вот дом. Вот рядом с этим домом кругло. Я не знаю, тут что-то пыло. Его потом разрушили. Построили вместо него. Это я уже по фильму, когда я делала по этой улице, я как раз по нему говорила. Никаких деревьев не было, потому что все... Ну, это все выросло позже войны, получается. Даже позже. Сильно позже. Сильно позже, да. Ну, тоже непонятные эти пристройки, потому что там арочное окно такое. Нет, оно в какую-то окно. Я родилась вот там. А, это уже вот достройки, пристройки. Это было по муталке, да? Да, без нарезок. Видите, три этажа с этой стороны, а с этой стороны два. Ну, это уже маленький прям такой он. Я спросила сестру, потому что она была у подруги, вот там они жили на третьем тоже. Да, или там все. Высокили там потолок. А мы были детьми, это была моя подруга, мы играли в куклы, и нам было плевать, какой потолок. А вот с той стороны, там жила моя подруга, там подвальчик. А, пойдем посмотрим, может, мы что увидим. Это у них подвальчик. Это вот ресторанчик. Это живая-то, вы видите? Да, вот, по-моему, пойдемте. Там подвальчик, там моя подруга жила. В подвале. Ну, вот она. А, подвальчик тут. И в этом подвале жила ваша подруга. Да, 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 подвальчик точно. Там было, там, 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 там. Вот это двери. В самом здании, не здесь вход, а вот так вот. Да, да, это уже пристроили, просто прикрыли этот вход. Раз, два, это вход. Три, это, два, раз, два, это вход. А третья основа, а вот третья, вот эти два окна, это 8 маяков. Ой, как здорово. Товарищи, человек жив в этом доме. Правильно, я не родилась. И что там? Причем, знаете, что интересно? Был байонетазы. Ух, две кабинки на всех. Черного цвета. Значит, была канализация. Были ракованы с холодной водой. Отопления, конечно, не было. Вот интересно. У всех была печка. Не знаю, как кто топился, но у бабушки в этой комнате печка сохранилась. Сейчас там комната. Печка угловая сохранилась. Как другие топились, я не знаю, но все топились дровами. Ну, значит, изначально дом не приспособленный. Да, не приспособленный. Печка позднее. Уж не под дрова. Значит, были сарайки. Сарайки там были. Вот там сарай. Когда клематом был теплый, это 100%. Нет. Когда тогда... Нет, при вас не было. Нет, при вас не было. Раньше, раньше, да. С военом не было. Когда тролли, естественно, до войны, до 19-го века. Тут все деревья пожгли. Все кошек снижены. Ну да, холода. Холода были. Не сюда. А вот это здание тоже, оно как бы отдельно стоит. Я там не была. У меня подруга там... А вот это здание отдельно, оно как бы... Это не было. Не было его, да? Ну вот уникальный старый дом. А не строили бы такую большую Москву, такой писью? Не строили бы кого-то. Я попросила, что... Конечно. Ну, значит, у них как-то отопление было... Самое главное понять эти границы, когда он изменился. Вот, есть несколько версий. И не так уж это далеко. Это 180 назад. Ну, я думаю, что это в стране с 18-го века. Еще 180 было тепло. Там очень раньше еще теплее, ровнее было, еще теплее. Там не то, что было тепло. Ухвалу, не гипсотепло тепло, но жить там невозможно. Я тут зарежать не смогла. Нет, было ровно. Было какой-то мягкий клейм. Да, да. Значит, что-то такое кардинальное. Потому что там вот две катастрофы. Просвеживаются две катастрофы. Варкли, вверх, 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 вверх. Да. А в Петербурге растили все. И даже ананаси. Ананаси? Ананаси. 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 Нам надо теперь вот туда копать. Вот это вот как бы, хотя засып этот длинный, он такой чувствительный, он был тоже два раза, потому что находят, вот по отдельным моментам рабочих, они находят два шлоя, вот этих мостовых. Причем мостовых таких, вот как вот мраморных таких, серьезных, не просто там деревянных, естественно, все это скрывается из прям таких уроженых информаций. Потому что сразу раз, и все, и выкирают. А человека подставлять, его тоже нельзя снимать на камеру, потому что его уволят, уже все они провозят, они все понятны. Вот печей не было, ничего не было. Еще не было, было тепло, и освещение освещено. Северная широта, если уже там полгода день... Мы видим, вот, да, опять у нас вход в подвал, который вот, он современное здание, но вот эти подвальные помещения, они используются. Ну, вообще-то мелатонин, что у нас вырабатывает гипофис, вернее, пипис, может и не было лишних. Ну, конечно, надо подумать. Надо подумать, потому что все должно быть увязано. Вот не просто какая-то версия, а вот все вот эти вот пламенты, они все должны быть увязаны. Да, они все насажены. И кто вы знаете, а как нам его насадили, в каким образом они? Именно, если вы видели, сейчас нам... У Джулипо есть такие лекции, вот, в лабиринте, когда люди вспоминают свои прошлые жизни и говорят, что мы просто конструировали. Мы вот брали, допустим, утку и бобра, соединяли, получился вот... Вы понимаете, что на это нельзя рассчитывать и как бы опираться на доказательство? Как доказательство, нет. А вот как версию можно взять? Нет, ну то, что всякие прекрасные животные жили здесь, наверное, непонятно. Действительно, когда климат теплый, а на животных. А мне кажется, их просто специально выпускают из геновых лабораторий и смогут тестировать. Во-первых, население тестирует. Как будет восприниматься, насколько, ну, уже подготовлены люди. И тестировать само животное, насколько оно выживет. Вот у нас остался кусочек старой Москвы тоже, который, ну, как бы под нас тоже видно, что он с подвалом. Вот сейчас нам надо перейти на ту сторону. Это сплошная промзона была, в советские времена сюда было вообще не попасть. Сейчас хотя бы все-таки вильно стало. У меня вызывают вопросы, вот тот дом, который как бы Сталинка. У меня вызывают вопросы. Потому что он находится среди промзоны. Его назначение непонятно. Старый, старый, 100%. Нет, он может быть надстроен, потому что они могли... А ваза для чего? Значит, не настроен. Мы сейчас тоже подойдем к одному старому дому. Это Летниковская улица. Вот у нас справа, вот слева, вот эти два дома. Вот этот дом и следующий дом. Мы видим там кусочки арки. Мы видим, да? Да, 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 да. Были другие окна, соответственно. Они были бы еще? Более высокие. Они были бы высокие. Казалось бы, зачем круглый дел? Сделали бы прямые. Нет. И вот следующий дом мы видим откоп. Вот эта улица, она там копана. Она выравнивалась. Она выравнивалась туда, вот эта доля закопана. А там у нас вот эта платежка, там все сломали, вот эта консультация. И будут стоить вот такие вот все центры. Торговый центр. Муравейники офисные здания. А внизу будет 100% парковка. Вот он еще старенький дом. Да. Вот его пробовал. Вот с одной стороны у меня скопа. И вот если мы туда заглянем, мы сейчас там увидим вот эти окна, которые вот завалены всем этим грунтом. Вон ям надо заглянуть. Да, если туда подняться. Вот видите, как площадка, они дорогу выравнили. А вот этот кусочек остался с той площадкой. Просто его сюда было очень сложно вывести, насколько я поняла. Не полкали, но полкали, но полкали. Да, здесь не откапывали. Там, да. Вот, вот. Все вверх. А, если такая вот у меня это... Ну, там, можно зайти. Как-то уровень. Это частично выровненная, частично откопанная улица, но она была очень недавательна, как всем, вот этот уровень, он был в уровень, вы не сравняли, вы сравняли, вы тоже видите, как уровень идет, да? Вот обращайте внимание на это, там площадка, и вот он сюда вот спускается, потому что иначе эти дома бы были вообще там под крышей, слабо, ну вот это все-таки, мне кажется, новодел, и вот эти вот башни, такое ощущение, что там просто новодел, ну вот здесь прям грязный такой стоит, в такой вот этой промзоне, не знаю. Это новодел, да. А знаете что, этот новодел, здесь могли быть похожие здания, потому что мне кажется, что Сталин строил именно по каким-то проектам отдельные, вот свои сталинки. Не знаю, мне мужчина про сталинки написал, что он там работал, и спрашиваю про рабов, он говорит, нету никакой документации по строительству, на эти сталинки тоже. Да что ты? Интересно. Вот побольше бы дарить их принадлежать, то есть таких. Я тоже не знаю, как и что. Ну вот он тоже еще кусочки старой маски. Вот он мне в прокатемическую навеку пришел, вот на кусотку прокатемического. А-а-а, про нее нет никаких этих слов, да? Интересно. Ну как и про ВДНХ, кстати. У них тоже нет, быть, у них. Что-то странно это все. Ну не то, что странно, это все подтверждает просто нашу верту. Да, это новодел. Вот эта старая. Тоже верхний этаж. Маленькие окна. Стиль такой. Ну вот это пропусание тоже сделано вот на старых. Все это закрыто, естественно, стилизовано. Но остатки, потому что здесь была промзона, сколько времени и с какого времени она находится, непонятно. Но Москва, она тоже, естественно, здесь должно было быть все промышленное, потому что люди были обеспечены всем. Нужно было и ткацкое было серьезное производство, и обувь была шикарная. И, например, нашу кожу. Да, наши кожи специально приезжали из Европы, это уже вот в 16 веке. Куда это все делать, да? Да, то есть должны были быть фабрики по выделке. А еще я думаю, что у нас есть и у нас есть и урочные биржа. Потому что у нас вот столько, там вот столько. И вот такой биржа, и у него будет этот чай. А раньше, чтобы вы вон чай пили? Ну да, это не было. Копорку. Я и собирала именно копорку. Копорка самая ценная, это вверх. Ты сама собираешься? Да. Что мы тут прям? Вот. Малыши, покажи мне, как мы видели этот кабанчик. Я вот не беру, это уже не то. Я беру, когда вот он... Высокий, что я могу, очень лицо. Не, он же не очень, но фиолетовый, это, розовый. Ну, фиолетовый, да. Ну, правда, фиолетовый, на поле он розовый. Вот, и вот я собирала, наверное, верхний кабанчик. Сейчас, подальше, Лена, обратите внимание, да, вот у нас подняли, вот здесь вот почистили, вот дерево растет. Здесь было все этим уровнем засыпано, была, возможно, какая-то дорожка просто. Они это все почистили, ну, это уже современно, да, мы сделали вот этот заборчик. Мы видим, что здесь уровень другой, чем вот эта дорога. То есть этот наплыв, он так и шел оттуда, так было. Здесь они ее выровняли. Не то, что он оттуда шел, они просто вот эту улицу, это еще доказательство того, что ее подкапывали. Но дальше мы выйдем, там будет подъем, там тоже интересно. А вот дерево это тоже показывает, что здесь все было завалено. Там дальше будет интересный дом. Бранд Мауэр, кстати. И кусочек тоже вот этого здания. А дальше уже надстрой. Была сеночка. Да, фрагмент какого-то старого дома вот этого. Депилизация. Сейчас здесь уже расхожу немножко. Остановимся, там у нас переход. Еще секунду внимания. Обратите внимание, мы сейчас шли, вот у нас один этот уровень улицы. Сейчас у нас поднимается вверх. Дальше там у нас, можно сказать, что это как бы выход на дорогу, подъем. Здесь вот здание. Ну, допустим, если этой дороги не было, то там вот дальше идет железная дорога. Если она была все-таки на 6 метров ниже, настоящая железная дорога, то вот этот уровень, он тоже уже как бы сделан искусственно. Но там дальше мы выйдем на улицу, она именно вот этого уровня. Они вот просто соединили. Вот здесь вот им нужно было подкопать. Ведь мы здесь, наверное, все бы завалило, конкретно под крышу. Они это подкопали. И дальше они уже соединят всем уровнем. Еще нервные какие-то пучки вообще. Да, да, да. Подоед. Ну, давай. Смотрите. Смотрите. А теперь переходим сюда. Посмотрите тоже, в какой яме находится вот этот дом. И мы сейчас к нему подойдем. Это очень уникальный дом. Я считаю, что это дом уже великанов. Здесь жили большие люди. Потому что, глядя отсюда, непонятно, да, вот это. Когда ты подходишь к ним, видишь, что это огромные окна. Пойдемте туда. Это уникальный дом. В нем также осталось всего три семьи. Его пытаются таким образом заселить. Это такая же история, как в противническом переулке. Помните дом? Здесь тоже вот несколько семей осталось. Вот еще и в классе вижу дом. Вот это яма очень хорошо видна. Да, ну, они скажут, что выход на дорогу. Но вот сравнивали, каким-то образом выходили на тот уровень. Мы просто видим разницу в уровне. Это дом. Это тоже могло бы все быть ровно засыпано, завалено. Вот все это площадь. То закапывают и дальше у нас... И это не до конца. Не до конца, мне тоже кажется. Водно, вот они везде, все окна тоже. Жуков прорезли. Ну, кто люди, кто после этого... Остатки крестьяне, которые... Представляете, какие огромные окна? Входная дверь сделана тоже из окна. Вот они, вот эти вот арочки. Там тоже эти окна все были. Высота окон большая, потолков, соответственно. Вот они везде заложены. А вот там немножко открыт. Где? А вот перейти. Ну, там вот такой кусочек, да. Вот еще один старенький домик. Тоже непонятный, пустующий. То ли будут восстанавливать, то ли сенсор. Потому что в Вегасе все наступает. Капиталисты наступают со всех сторон. На этот кусочек. Это тоже вот, ну, впитывайте глазами. Потому что это все может исчезнуть просто. У нас в поселке такой же дом. Я вам покажу. Хорошо. Никто не собирается его сносить. Ну, в поселке, может быть, у нас есть сенсор. И вот тоже, как он интересно построен. Да, вот он какими-то углами неровными. Вот этот заход. Вот такие вот. Да, очень интересно. А вот здесь какой-то выступ еще такой. Ну, вот, во-первых, да, какая-то большая арка, думаешь, да? Ну, вот эта вот выступает явно от чего-то. Не, ну, как труба. Труба, ну, труба идет. Ну, как-то она странно. Забетоненная. Да, забетоненная. Она же первая наклеточка. Ну, такая же. А почему тогда она почти... Нет, это уже могли быть... Это более позднее. Это более позднее, конечно. Это уже приспособлено. Технические средства. Ну, мы же видим четко, что окна были вниз. Да. По крайней мере, на одного этажа. Вот тут построились, из-за того взрослого, из-за окна не точно наполнены. Вот тут, тут, может быть, здесь... Такие определи, да. А теперь, смотрите, это более позднее. Какого он был заточен? Ну, мы бы дать в садах точно не засыпали. У него бы жить и жить в этом доме. Он такой крепкий. А то, что... Доказательство, что это... Огромный подвал, это вот это вот... По высоте. Да, по высоте. Вот, где-то, 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 где-то. А, да. Я не ижел. У меня есть доказательство, что там лестницы большие. Да, но если бы... Какое состояние? Нормальное. Тут два... Ну, четыре двадцати есть. Семьдесят два восемьдесят. Дальше четыре метра есть. А тут три двадцать. Нет, верхний мы не говорим, что верхний может быть надстроен. А вот это вот... Да, но нижний доказательство невысокий не идет. Вот, вот и вот до этого. Нет, окно большое. Вот если по человеку сравнить с этим окном... Да, ну сколько это? От пола идти. Вот пол, примерно, желтая труба. Ну, это больше окна, чем у нас. Раз, два, трех метров даже не до потолка. Вот пол, три метра. Я думаю, здесь вышли. Если бы строили небольших, первый бы этаж был большой. Да можно посчитать по тропичам. Да. А скажите, пожалуйста, какая высота потолков у вас? Большая. Четыре метра есть, да? Три с половиной. Три с половиной. Три с половиной. Вот тоже интересная архитектура. Раз, и узенькие какие-то. Что там было за помещение? И даже под них вот эти узенькие, они также проходят по архитектуре. Этот общий стиль, значит, это окна. Вот до третьего этажа это был, скорее всего, старый дом, а дальше надстрой идет. Потому что дальше уже окна идут не по архитектуре. А вот даже здесь у них вниз идет вот общие такие узкие окна. Знаете, вот видно уже, где надстрой. Странно, почему такие узкие? Возвращение. Туалет вам на момент. Да, да, да. Посмотрим. Здесь все понятно. Здесь я когда проходила на архитектуре, мне встретилась одна женщина, она сказала, сначала ничего не хотела говорить, потом говорит, что они вот наступать, здесь была сказская фабрика, эти дома были тоже для какой-то сказской фабрики. Сейчас это все как бы вот. Говорит, что был у них какой-то палисадник, можно было гулять. Да, да. Да, мы сейчас туда, в этот двор мы сейчас заглянем, там тоже очень интересно. У нас вся улица вообще. Ну вот это вот, я считаю, это уникальный дом, и он тоже доживает свои, к сожалению. Последние годы. Да. Вот видите, выровняли вот под эту самую. Ага. А дальше вот тоже интересное здание, холодильник его называют. Вот, конечно, и спортили весь фасад. Чем-то вот этим рыжим. Ну вот окна со всех сторон. Какие высокие подъезды из окна сделаны тоже. Значит, парадный подъезд где-то там внизу. Вот вход. Да, почему-то высокие сделали. Не видно из окна. То есть высокие еще люди были, да? Были, были. Я думаю, были выше нас. Но где-то вот в районе до 3, 2,5-3 метра. Конечно. А мне вот этот врач Арджиекидзе сказал, что у него дедушка был 2,5 метра. И нормально. Это было, говорят, в прошлом веке, в позапрошлом. Ну я совсем высоких людей тоже видела. Видно, как дома откопан. Я здесь тоже видела под... Вот сейчас подозреваем. Ага. Где-то потом куда-то расскажите. Ну смотрите тоже по этой крыше. Она там... Ну как бы вот это вот, да. Может быть, они эту дорогу выравнивали? Поднимали вот на... Чтобы на этот мост приезжали. Ну что, кайниться, сладу, кайниться. Это вообще было... И сколько-то не сказали. Как это было? Они вроде все делали, я сказала, да. Они делали его вот таким-то пластиком. Покрывали. И он весь вот так вот, вот такую штуку. Это плечик такая. Ну это вот чем-то покрывали. И вот это вот этот ужас как остался. А вверху круглое окошечко, да? На чем она? Это фальш-крышная. Это я пущу. Фальш-крыш, конечно. Она... И замуж... Я не знаю, пока есть. Я думаю, что там что-то прошло было. И там стареет всего металл внутри. Ну вот в одном из роликов говорили, что это для... Вот в Питере очень много таких фальш-крышных этих. И там дальше идет трупы туда клали. Кто хотел сжигал, тот в вазу не был. Да, погребальные вазы были. Это один из сверху. Гребальные вазы, да. Такие же такие на центре? А вторая, кто не хотел сжигаться, там клали вот эти круглые окошечки. И прямо не надо было соронить, все было наверху. Вот, это уже я слышала не первый раз. Вот, это было так вот, когда была глина, не было, некуда было идти. И вообще с глиной-то вообще тяжело было, куда-либо выйти. А они прямо наверх. Вот то, что находят... То, что останки находят внизу в подвалах, я уже знаю. Сколько нашла вот эти архитекты? Э-э-э, архитекты? Ага, да, да. А еще к крыше не знаю, но вот урны, правда, это да. Можно, да, да, конечно. Может быть, они, конечно, для электричества еще использовались. Там были какие-то за... Да, но кто-то использовал еще и для этого. Чтобы не ходить на кладбище, все над тобой. Угу. Ну, там тоже фрагмент старого здания остался. Желстый? Нет, это творцы прямо, смотрите. Вот. Ну, там тоже. Если бы мы сейчас идем вот к этому зому. Там, если бы там, если бы ты... Принято, если бы ты... Принято, если бы ты здоровы, да потому что... Потому что сразу же... Ждем, ждем. Посмотрите, со спины вот какой он был красивый. Ой, какая красота. Это что? Как загадки. Это какая-то ерунда. А вот это вот старые тоже тысячи. Это месяц. Это могло быть и советские. Это уже они строили, как хотели. Там уже были люди без особой фантазии, которым нужно было. А вот там дальше, это уже старое здание. Ну, их узнаешь по стилю. Вот давайте посмотрим. Две здания, он домовозил, но он тоже стоит на старых стенах. Вот там во двор сейчас не зайти. Я там, ну, шерсть, я вас в прошлом году гуляла. Там тоже вот эти уникальные старые здания. Вот теперь давайте вот этот дом сейчас посмотрим. Мы его зайдем с той стороны. Вот смотрите, мы видим пристрой. Мы видим разный уровень, но тем не менее, все равно там есть эти подземные этажи. А вот это вот, вверх пристрой, по окнам видим, по разнице окон. Там они поменьше окна, по гнах. А вот здесь вот они тоже, если к ним близко подойти, они тоже очень большие. И дверь также сделана из окна, как мы видим. И там везде вот эти вот текущие, потому что дано текущие. То есть там полноценные этажи. Естественно, после всех, которые люди занимались, и места не жили, конечно, нам было бы в эту жизнь. А вот отсюда, вот с этого ракурса, вот здесь, там старый дом тоже виднеется. Ну, это все сносит, это все были жилые дома. Это вот тоже старая Москва. Красивый дом был. Очень-то разница. Очень красивый. Вот это мне очень нравится. У меня такое ощущение, что у меня масса тайных. Вот скажите, почему парадные двери позакрывали, а люди должны ходить со двора, да? Почему, действительно? Карл Маркс, где-то это написано. Кресос. Проглядывайте, проглядывайте. Сейчас мы всю страну зажмем, там тоже интересно. Вот эти тоже все у них там есть, вот эти закрытые окна. Потому что весь район такой. Вон там они тоже виднеются. Так что наверху они поменьше. Вот тоже дом старый. Мы вот отсюда видим. Видите, окна. Там тоже этаж. Смотрите, в арбурь. Можно проникнуть. Сделана пристройка, чтобы куда-то войти. Изначально была красивая тоже архитектура. Но они почему-то разные по ширине. Вот еще тоже смотрите, когда после разрухи что-то остается. Допустим, сохранился дом, он более крепкий. Там кусочек сохранился. А видите, между ними же начинают городить, лишь бы что-то соединить. Это явно не архитектурный проект. Это уже достройки, пристройки в разное время. Но кусочек вот там вот этой вот стеночки, да, он красивый, он где-то виднеется. Изначально это, наверное, была просто красивая стена. Вот это тоже, который вот. Вот он двор. Тоже из этой стороны видно, что все из окна сделано, вход. И вот это тоже был какой-то дом. Вот он старый, он покрашенный. Его сделали под будку или что, но вот окошечки там остались. Вот он тоже один из старинных домов, дворов Москвы. Вот вход подвала, еще они. Сколько там один этаж или два этажа, трудно сказать. Но 6 метров везде есть. 6, 8, 10 метров. Ну, это уже могли сделать уже, да, попозже, да. Потому что, видите, там узенький тоже фрагмент, как на какой-то вот непонятный. Так двери не делают. Вот там они вот узкие. Это вот что-то шло, шло, шло. А внизу должна была быть полноценная парадная дверь. Потому что вот здесь вот у нас, они лифтовую шахту сделали, и куда им деваться? Они видите, как ее опустили прям совсем. А может, а что они были? Это уже пристраивали под жизнь. А вот как, например, пристраивали, скажем, вот один, или второй. Это пристрой, конечно. А когда, например, скажем, в 19 век это мог быть вот... Это 19 век, я думаю. А вот это уже пристройка могла быть конец 19-го, начало 20-го, даже советских времен. Потому что Москву достраивали на верхние этажи в советские времена, однозначно, в 30-е годы. Например, Тверскую, там на старые, вот эти вот, где, к Страстновому вульвару, если на Тверской, знаете, да, там они все надстроены на два этажа. Мы вот на первой лекции были вот в этом районе. Они там все надстроены, это видно, что это надстройка, там уже другого уровня. Да, они сделали так в архитектурный экипаж, вот по узким окнам такой же, но все видите, они поменьше, там ниже потолки, он уже, ну, нагрузка такую. Они просто рассчитали, что вот эти стены выверзут эту нагрузку. Это, видимо, какая крепость у этих стен. Они могли быть, кстати, выше сами изначально, если они разрушены и их достроили, то есть вот просто знали, что вот... Вот смотрите, между прочим, вот между прочим, там как-то не, то ли не до конца докрашено, то ли он, то ли проглядывается, что он изначально был неровно, а может быть, он был разрушен неровно, и вот так вот красно проглядывается, то ли она и докрашена не до конца. Я не попробую, это трудно сказать. Вот я просто сейчас это вижу. Вот смотрите, они были высотные дома, даже при Иване Грозном были высотные кирпичные дома, потому что остался в Симоново монастыре пятиэтажка кирпичная, представляете? Причем вот такие же вот, пятиэтажка, туда вот надо сходить. Она, правда, закрыта, они не пускают на территорию, снимать не разрешают. Но, тем не менее, там из-за отдельных местечек ее проглядываешь. И вот, значит, если бы во времена Ивана Грозного была кирпичная пятиэтажка, единственная, как они говорят, в то время не сохранилась, значит, там были трубы, люди же как-то в туалет ходили, значит, там вода была, значит, там было электричество, это все в те времена было. И вот эти дома, они на некоторых фотографиях, вот буквально по чуть-чуть, все зачищено, они проглядываются. Вот эти дома могли быть разрушены частично и просто достроены, вот они могли быть изначально вообще выше, просто они могли быть семиэтажными. Ну да, три-четыре этажа под землей. Да, поэтому уже их смело достроили, потому что кто-то знал, что они выдержат, потому что они изначально были такие. Потому что какие-то действительно не выдерживают, а какие-то вот все это стоит. Достроев очень много в Москве, поэтому это хорошо. Благодаря вот этим достроям, благодаря тому, что у них не было возможностей, ресурсов не хватало, мы и можем вот это все лицезреть. То есть вот по-настоящему старые, соприкоснуться с той цивилизацией, с людьми, которые действительно коренные жители, которые здесь жили. И когда вот это пришла экспроприация экспроприаторов, грать награбленная, мне такое ощущение, что они прекрасно знали, что те, кто уже потом заселился в XIX веке, это были уже тоже новоселы, это были люди, которые пришли в чужие дома, и поэтому их тоже, наверное, не щадили. Потому что они, наверное, сами были хороши. Ну, говорили, что весь Питер зачищен, там никого жители не осталось. Именно в XIX веке, а не то, что там большевиками. Он еще раньше был зачищен. И большевиками потом еще раз. Большевиками потом, да. Две генофиды вот эти. Ну, даже не большевиками, я бы сказала, трасски с ним все, вот такие фашисты. Да, там были люди, которые связали, да, и были люди, которые там были уничтожены. Их красно-армейцы были, полмиллиона китайцев. Китайцы, вот, да, да, китайцы, вот эти лапышские сиренки были. В Латвии там аномалии, да? Китайцы были, да, чтобы именно русских белое население убивать. Значит, это явно не русские люди. Это кто-то с нечеловеческой строим. Негры какие-то были, там, в чеках работали. Вот, ну сейчас мы вот в этих, тоже, мы с ладейцем старых нас. Вот, почувствуйте ее. Представьте, что здесь вы живете, растите. Совсем это было, наверное, уютно, когда здесь все-таки все это... А вот если представить это совсем до середины 19-го века, или там, 18-й век какой-то представить, потому что здесь все тоже было застроено. Это были совсем другие вообще люди жили. Они могли быть выглядеть иначе немножко. Ну, повыше, скажем так. Побелее. Вот второй гараж. Ну, это уже... Может, это будет голубятня, скорее, наверное. Или голубятня, не знаю, что это. Может быть, кстати, да, может быть, голубятня. А то уж мы тут всех ругаем. А они, может быть, там голубей разводят. Потому что вот фотографии 30-х годов смотришь, люди другие совсем. На эти фотографии внешне люди другие. Ну, никак сейчас. Ну, они немножко у них очень все-таки тяжелые. Мне кажется, они более взрослые. 30-е военные годы, поколения более взрослыми. Они выглядят как-то... Мы более расслаблены все-таки. У нас все хорошо, по большому счету. В пуске все вот этой старой Москвы пока еще осталось. Вот сейчас нам надо рвануть вот здесь вот по прямой. Дальше там тоже немножечко старой Москвы осталось. И дальше мы выходим на самый главный пункт нашей поворачивания, нашей экскурсии. Уникальный объект. Надеюсь, что после наших фильмов это все не смешит. Правда. Однозначно просреживается. Мне, в общем, снимают просмотры. Я буду ждать, что в последний момент. То есть, у них, что мы дома, сдаем с 20 лет. Просмотры вы скачали. У меня сразу идет 17 лайков. И взять просмотры. Здорово, что у вас есть? Нет. Ну, не важно. Уже информация, она вышла, мне кажется, это сделала. Дербиневская улица. Это тоже у нас закопанная окна. Сейчас тоже будет облик. Вон стиль модерн. И домой видели великану. Это начало 20 века. Это он наводил. Это наводил, да. А вот это вот я говорю. Вот про это. Ну, что это за башенка? Здесь что-то какое-то, что-то было. Там все равно какая-то... И окна такие огромные, да? Да. Таких очень много в каждом городе таких много. А таких маленьких. Во всех городах есть такие вот штучки. Может, это не только цветы, а только смешные. Может, что листы пришла? Может быть, этот формат только того времени не дает. Кого времени? Кого времени? Они и сейчас используются. Они и сейчас используются. Все маленькие эти объекты. Вот там кусочки. Вот, это, да. Ну, вот он однажды варится. Летний? Летний? Летний. Да. Да, да, кстати. Ветерок тоже самое. Сложные летние. Слишком много. Понятно. Ну, девочки, смотрите. Я по этому дому сужу. Все-таки идея должна была быть красивая улица. Глядя вот на эти посады. Вот тот закругленный. Здесь не должно было быть никакой вот ужасной застройки. Ну, даже вот рабочей какой-то застройки. Потому что они сделаны красиво. Иначе они. Это было планировка городская. Значит, была общая власть какая-то, которая застраивала вот эту планировку. Понимаете? Они просто строились только что-то. Они должны были быть встроены. Вот они все вот живые, когда эти дома, которые живут. Здесь, может быть, это загородная какая-то, но он сделан очень простой. Попробуемая. Сколько у меня трудно справляться. Ну, может быть, и в XVIII веке вот эта песня. Нет, я думаю, старше. Ну, я уж просто, знаете, это уж не это. Да, это уж не это. Перейти границы. Не перейти границы, а это тоже заглюет уже. Да, да, да. Все в апреле. Все, что... Вот спросите ее. Отчет. У меня вот самое архитектурное предложение. Инзамент, это старый. Можно же для такого дома сейчас? Сейчас. Подъезды, смотрите, вниз. Мы сейчас... Да, вот этот же подъезд выше, чем вот тот. Его не сорок. Нет, больше. Больше. Нет, больше. Этот подъезд же выше, чем вот тот, да, Краинь? Видно же, что выше? Первый дом, кстати, мог сесть. Ты знаешь, я живу в доме. В доме, где тоже там первые два подъезда выше, чем последний. Потому что пока его строили, он осел. Это что, там ниже? Причем осел, там, знаешь, как у нас получилось. Первые два подъезда 9, даже остальные 10 уже. Ну, вот где-то дома-то закопанные, ребят. Под углом, получается, это что случилось? Да, старые, да. Так, нет, но если здесь дома стояли, они здесь могли стоять. Дульнабережные, старые дома. Они могли быть такого же плана. Вот эти дома. Нет, старые. Мы вот видим, да, пожалуйста, они входят в нижний этаж. Здесь все это закопано. И то, что у набережной дома были, это... Вот, я вижу, понятно, как люди строятся на красивых местах. Я считаю, использовать это очень хорошо. Конечно. У него, я могу сказать, что не будут, это не выгодно. Вот, не будут. Все города, которые отопали, использовали. Также вот эта глина, она еще поддерживает с дамой. А она еще крепче. Конечно, конечно. Может быть, 20 градусов. Конечно, она поддерживает. Вот у нас мы видим вот эти окошечки. Все эти дома. И здесь тоже могли быть закопанные дома. А их использовали для этих... Вот это, конечно, советское пособие. Я тоже... А то, конечно, могли прорезать те кого-то, отчетку вверху. Нет, да. А кто прорезает под свои дома? Знаете, правильные дома, которые... Морозочки, да. Все построили... Это, конечно, это... Нет, это свои дома. А здесь вот и не видно, как баронародные пошли. А, не перемычка из стран. Здесь вот если мы... Это, кем у нас монастырь. Это уникальный даже мистик. Вот они там тоже подвальчики эти все. Мы уже доходим, мы уже не постылили. Мы последний поворот, а мы спасли. То есть, спаслили, это все. Я даже могу. Вот просто подумать о том, что... Я не верю, пока это плачешь. Не будет, не будет Сталин это строить. Нет, это подозрение, что это было уже давно. Да, это было давно. Потому что в Челябинске засыпанные дома все то же самое. Да. Вот они стоят, большие. Они на 8-12 этажей. А мы не верим. А мы не верим. Вот непонятно, что это такое. Да, может, правда засыпало, а осталось 3-4, которые сейчас стоят. А остальные... Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Я понимаю, что... Да, я понимаю, что... Да, что типа нет, что типа после войны. Это уже известно, что мужчина, и люди зато на них воевали, что оно такое предоставление. Потому что там дети говорили, что они не знают, что это такое предоставление. Вот когда-то второе память, почему-то, ну, и после войны тоже что-то такое было. Потому что и люди не помнят. В какой-то момент это помнят. А может, и не помнят еще люди. Как Света, они вообще ничего не помнят. Я начинаю с себя. Ну, это да. Это говорит о том, что за рекой. Это могло быть и здесь, где угодно. Понимаете, вот это вот место тоже все это у нас. Вообще из-за фирмы. А там есть арбалы. А вот на вот этих пальцах. Вот там, где она, серая башня. Вот там пятиэтажка. Самая, считай, составная... Нет, хотя здесь вот такой вот, там вот, спица-кидочка. Дорога и раньше, изначально. Вот теперь прикиньте расстояние, да, вот от реки до этой башни. Вот до этой башни. Вот эти все домики, вот они все засыпаны мяукнами. Все красные кирпичи, они так вот дальше. Они то ли частично сохранились. Может быть, они настроены. Вот как бы есть неровности. Они могли быть разрушены, но башня-то сохранилась. Свечки разные. Кирпичи разные, да. Но вот первые этажи, это вот все-таки вот были... Потому что если здесь была железная дорога изначально, и до засыпа, и здесь могли жить люди точно так же вдоль этой железной дороги. И работать, и все здесь могло быть. И вот этот дом, дом от строя, он реально допотопный, потому что я здесь была вот год назад и общалась с одним армянином, который директором магазина был, я его потом больше не видела. И он сказал, что там везде потолки вот такие вот арочные. Мы сейчас вот потом подойдем туда в кафе, вы увидите, какие потолки. Они на всех четырех этажах, он говорит, везде одинаковые. В советские времена, они в советские такие уже не строили перекрытия. То есть это самые старые перекрытия. Это до 300 и выше лет. Там, мы жили в таком доме. Потолочки-то держатся сами по себе. Вот видите, они вот все-таки вот эти этажи, они там, не знаю, насчет верхов, частично могли быть разрушены, как в Сталинграде, частично могли быть подстроены. На спех, видите, на спех клали. Это, может быть, после революции сразу его положили. Потому что он так-то старый. Ну, вот этот вот дом так. Это на банке. Так, ну мы у калитки-то не будем стоять, куда мы там, там все закрыто. Теперь у нас тоже мы видим вот вход. Дверь, знаете, правильный. Этот дом тоже засыпан. Конечно, вот посмотрите, здесь звездочка у нас шестигранная. Вот как бы мне на нее показывали. Ух ты, да, 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 славянская. Где звездочка? Которую евреи себе взяли. Она не еврейская. Она славянская, да. Где звездочка-то, покажите. Да, да, да. А, ну да, треугольничек вниз. Да, да, да. Смотрите, какая огромная. Роскошная башня. Она не кажется такой большой. Типа, да, еврейский типа. Это они так говорят нам. На самом деле, давида нет. Наш знак, наш знак. Да? Ну, как это сказать. Ну, как это сказать. Роскошная башня. Я хочу сказать, что ты как-то не гнала. Не представьте, значит, эту воду гнали или не гнали. Она сама самотеком текла, якобы. Причем ее надо было фильтровать. Получается, фильтров там какие-то, вот каким образом эта вода могла поступать на этом уровне. Причем она там должна на уровне двух метров поступать. И вот к ней, как вот по идее подходили поезда, и должно было быть распределение воды. Еще плюс там вот на той высоте каким-то образом они туда этот бак засунули уже на готовые стены. Вот каким образом? А бак был какой? Из гранита? Ну, якобы железный. Я сказала, что чугунный. Меня там раскритиковали мужики, сказали, что он был железный. Но железный, он должен быть все равно толстый. Это какая-то тяжесть. Как его туда запихать? Никак, никак, никаким образом, никакой информации по этим башням нет. Вот этих башен 15 штук на всей этой вот Павелецкой дороге. Какая красота. Поэтому их истинные назначения, они там заглублены. Видно, что она закопана. Плюс у нее еще по ее как бы стилистике два метра вниз должен быть, на каменных фундаментах должны быть стены. Значит, она вниз туда метров шесть она есть. Конечно. Вот эта вот башня. Потому что кирпич не строится, он уходит вниз. Конечно, до засыпанности еще. И до засыпанного она еще была. Да. И еще присыпала. Поэтому ее настоящее назначение пока никто не знает. Потому что документов на это нет. Есть единственный рисунок одной башни. Почему нигде не сохранились документы? Вы смотрите, вокруг вставляете икону и получается нимшный цикл. И потом можно говорить, что это культовое сооружение. Это можно в церковь превратить. Да, да, да. Легко. Логольный он. Скажешь, что так и был задуманным. Да. Я вам напоминаю. Это все место культа. Часовня. А у нас как это сводит? Ну вот это я считаю, что тоже уникальный объект. Архитектурный. Я исследовал канал, Вадим, неофициальная история. Подобные кирпичи вот от удара ядерной волны, когда быстрая и высокая температура. И она такой пленкой его покрывает. А изнутри он красный, он обычный. То есть он не разрушится. Потому что если он пережженный кирпич, он рассыпется. Да. А это крепкий кирпич, у него просто вот эта вот резкая была однажды хопа, была высокая температура. Поэтому вот эта чернота. Ключ проволока все. Ну и калючев проволока. Да и значит. А может быть глина. Там как разрушено. Ну здесь не черная глина, здесь вот она изнутри, там она не черная. Вот вход закрыт, а что там тоже. Она только черная снаружи. Мы уже такие кирпичи видели на ВДНХ. Мы их поднимали. То есть смотри, там тоненькая черная пленка, а внутри он просто вот этот красный. Вот именно так же напоминает. Помните, мы на ВДНХ видели кирпичик? Что-то есть. То есть он не обошен, а просто... Он вот этой высокой температурой... Технология до тебя была. Нет, это не технология никакая. Ну тогда он же не может со всех сторон так быть. Я думаю, какой-то высокой ядерной может быть надземный. Вот это... Потому что здесь не воронка. Это не воронка. Но вот воздействие вот этой температурной, высокой температуры он получил. Галина, а если шла волна, она же идет туда, значит где-то будет светлее, темнее. Это мы так думаем. Нет? Я не знаю. Мы так думаем, потому что нам так научили по современным сегодня вот этим взрывам, как бы так говорили. Может он сверху шел. Но они учат так, что вроде бы как волна, она имеет обратку. То есть сначала идет туда, а потом обратно. Это опять-таки мы говорим... Вторая волна. Мы не знаем, какие технологии были применены, но мы видим, что были серьезные технологии, эти летчики были. Но мы ничего же об этом не знаем. У нас же нет электричества ведь в это время, понимаете? Это же все на лошадках сделано, вот по официальной истории. Ручками. Маленькими лопаточками. Я говорю, почему стихи-то эти, что два мужика тут копали все вот эти вот и все. И потом они этот газгольдер откопали, сказали, о, паровоз готовый, да. И корова тут паслась на лугу, которая все это видела. Как они копали вот это вот от реки, вот это все. Я даже сама не помню. Ну, может ее, кстати, не сносят, потому что там под землей вот такие. А может быть какие-то там есть эти. Мне кажется, холмы-то все-таки появились уже позднее, побольше которые. Им верить, надо все перепроверять. Все, надо все проверять. Значит, вот сейчас мы идем, вот насладились, да, вот этим объектом. Да. Конечно, я не могу сказать, что, например, вот у Расторгуева там такая же башня, она похожа, это самая красивая башня. На все это вот... Ну, вот она видна, вот вход-то как красивый. Самая красивая, да. Хотя это было не вход, а окно. А посмотрите, какая она огромная. Вот, окажется, она маленькая издалека. Кажется, как будто обычная. А она выше пятиэтажного дома, такое ощущение. Или она с ним вровень, что ли? Может быть, вот этот вход все-таки был входом? И он, может быть, символ, опять, замковый камень, как обычно. И она, может быть, очень длинного входа была. Может, этот вход-то и был очень длинный. Ну, как вот его определить? Мы же вот ничего не знаем. Мы просто вот с вами визуально осматриваем объект. Над нами издеваются просто. Ничего не говорят. Никакой информации по нему нет вообще. Представляете? Я искала все, я перерыла все. Я нашла только один вот с совершенно чудом, где просто вот один чертеж похожей башней был сделан. Не ее, а похожей. Ну, опять-таки, таким образом, вот эта вот вода туда поступала. Что это? Ну, что это? К истории отношения? Здесь уже бомжи жили. Это вот отношение к нашей истории. Там изнутри тоже все сожжено. То есть, видимо, у нее верха не было. Там тоже весь черный кирпич обожженый. Она, видимо, какой-то вот так вот. Я не знаю, что это вольтись. А с той стороны тоже черненькая, да? Там везде она вся черная. Ага. Ну, они могло... Один остов остался вот. Да, все выгорело изнутри. Остов все выгорело изнутри, да. Вот какой-то вот... Если здесь были вокзалы, здесь были заводы, то, естественно, их, наверное, в первую очередь обычно и убирают. Да, уничтожают. Уничтожают. Как в любой войне. Потому что психология, я вот смотрю, читаю их воспоминания. Я вам сейчас вот там в кафе покажу эту книжечку. Она такая же. Вот как они сегодня бесчеловечные, так они и тогда были. Это одно и то же. Они не мудрствуют особо. У них особо с фантазией-то не сильно. Они одно и то же, просто вот разные имена дают. И все вот одно и то же. Потому что people have it. Ну, people хавают. Он ходит на все вот эти вот мероприятия какие-то огромные, массовые. Он верит во все это. Вот мы начинаем показывать, нам говорят, вы придурки. Ну, что делать, да? А вот мы живьем стоим и смотрим на ее. Как к рабам отношения. Ну, мы уже не рабы. Да, мы не хотим быть рабами. Она им мешает. Мне тоже жалко эту архитектуру. Я хочу, чтобы ее сохранила. Мне хочется знать правду. Даже если она предназначалась не для каких-то... Хотя, мне кажется, это был просто какой-то заводской объект, который выполнял какую-то свою функцию. Может быть, по газу. Может быть, сланцевый газ добывался. Может быть, еще что-то. А вы газгольдеры знаете на пустыне? Не знаете? Нет. Ну, что, вот, на всякий пластическом городе он где-то, поэтому я туда попала. Ну, посмотрим, что... Ну, посмотрим, что... А Курск, это, как бы, по задержке, за дорогу, и там, по-моему, пять газгольдеров. Это огромные такие цилиндры. Причем, тесно, их очень много в разных городах. Я вот, например, как мы делали деньги, тоже газгольдеры, там побольше у них сделаны жилые комплексы. А там сделаны всякие-то уже бизнес-центры и прочее. Ну, вот тоже, конечно, кирпич, там даже осталось на одном, типа, сделка там циферблат с манометром. Вот. Ну, и столь и есть. То есть, если покупать в интернете газгольдеры, то можно по ним найти вообще по всему миру. Ну, по-моему, дорогой. Я работаю вот, улица Газгольдер на нас называется. Да-да-да, знаю я. У меня ничего, ни одного газгольдера я там на ней не видела. Это на Войковской, что ли, да? Нет-нет, авторизация. Это вот именно столь, в Москве, в 19 веке, когда вот газ был, там уже жалюс, выделяли. Во-первых, газовые заводы в Москве были в 19 веке, во второй половине. Они есть, эти газовые. Газовые заводы были. Значит, что-то еще было. Газовые фонари были. Потом, возможно, что вот это вот, когда наш, этот Шухов, который мы 27-го, 27-го мы поедем как раз по этой теме, когда вот он придумал вот эти насадки на нефть, на очистку нефти, и все, после этого Ротшильды захватили весь мир. Все. А Шухов у нас, конечно, они его оставили, потому что он им сделал весь бизнес. Он ему помог, вот наш гениальный русский человек, помог вот этим вот товарищам захватить весь мир. Здесь могли быть любые технические устройства, мир мог быть уже, мы уже давно бы сто раз в эти космосы летали, у нас бы уже давно это все было, кругом этот коммунизм, никаких бы войн уже не было. Потому что уже к 20-му веку все это было, если мы помним, да, там уже электрические, и тротуары, и что только не было. И вот это вот все, все, народ начал опять подниматься, опять вот земляне, они вот поднялись. Их хлобысь, Натя, во всех на нефть подсадили, а сейчас еще это ГМО и привет. Да, и вырождение идет, полностью идет вырождение. Вот сейчас мы пойдем в это дуно. Здесь очень вкусно, все, ребята, я предупредила. Здесь можно пельмени, здесь еще что-то здесь приличное. Да, вот все наши, вот такие. Так мы спускаемся в допотопный дом, в чью-то квартиру. Да, у нас вкусно, я вам говорила. Я вас не побеждала. Смотрите на потолки, вот там вот эти штучечки. Битон, не до откона, вы чувствуете мистер. Благодарю за внимание, благодарю за видео Елену Андросову. Следующая экскурсия 15 и 22 июня 2019 года. Подписывайтесь на канал, заявки пишите на почту. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!